Как это не больно заявить, но тут приходится признать. Натовская артиллерия по качеству, 155 мм, она обладает большим радиусом действия, чем российская на 10 км. То есть российские гаубицы не имеют такого радиуса и такой точности стрельбы. Те виды оружия, которые были запланированы и созданы в России, которые обладают лучшими качествами, я имею в виду коалиция, и должны были дать натовской артиллерии ответ на поле боя, до сих пор в боях не участвуют. Какие причины, что? Я не знаю. Количество у России больше, количество снарядов больше. Но если говорить, ты задал вопрос о качестве, есть превосходство орудий 155 мм западных над российскими 152 мм. Россия пыталась и была готова с этим справиться. Пока еще новая российская артиллерия не вступает в бой. Все остальные виды артиллерии, как бы они ни были прекрасны, это Сил-Софек и другие, они вспомогательные, а не основные. Основные это гаубицы. Хотя сегодня украинская артиллерия, если опять говорить об этих гаубицах, они более точные. И для достижения цели, для уничтожения цели им требуется меньше снарядов. Первая линия Суровикина украинскими военными уже прорвана. Скажите, что это значит и чего нам ждать совсем в ближайшее будущее? Это значит, что сделан существенный первый шаг в преодолении системы обороны, достаточно мощной, Российской Федерации на юге нашего государства. И за ним будут следовать следующие, то есть там не менее укрепленные со своим своеобразием, вторая линия обороны. И вообще надо представлять, что система обороны на юге от 1 до 4 линий обороны с глубиной от 10 до 40 километров. И поэтому четко надо представлять, что это такое, уже разобрались за введение боевых действий летом. И теперь сосредоточиться на том, чтобы освобождать и продвигаться вперед, вторую и следующую выйти на оперативные просторы. То есть если говорить о юге, то это надо освободить и разгромить узел, очень важный для вооруженной силы Российской Федерации, ТОКМАК. И потом за ним открывается оперативный простор, который бы в своей точке зрения, конечно, желательно как можно быстрее выйти на него, чтобы достичь главной цели пересечь, приостановить действия, работу коридора сухопутного с территорией Российской Федерации на Крым и наоборот. Вот насчет как раз ТОКМАКа. Мэр Мелитополя Иван Федоров уже сообщил, что оккупационные власти покидают этот город. И значит ли это, что совсем скоро ВСУ смогут поднять там украинский флаг? Ну, скоро это все относительно. Когда мы начинали действия в начале этого лета, предполагали, что тоже будут происходить и достаточно быстро, ну, по крайней мере, с большими темпами, чем получилось. Поэтому накладывается на все это объективные обстоятельства. Во-первых, достаточно мощная система обороны противника, а во-вторых, наши ресурсы, в том числе и помощь со стороны союзников, которая была согласована с ними и лета заканчивается, а в полном объеме до сих пор так и не удалось закрыть все эти вопросы. Поэтому наращиваем здесь усилия совместно с союзниками и вырабатываем достаточно много уже сами с точки зрения боеприпасов, вооружений для обеспечения вооруженных сил Украины. И с другой стороны, значит, ищем слабые места, например, после работы, но это не значит в лоб брать следующее. Мы действуем на фланге противника, продвигаем, расширяем. Из-за того, что все время какое-либо новация происходит, медленно, но уверенно продвигаемся вперед. И противник уже перебрасывает свои войска на это направление и Слиманского, и Запорожского. Это говорит о многом. Вы также сказали, что это крайне важный узел для Российской Федерации. Скажите, речь идет о железнодорожном пути, который через город ведет в Крым, либо что-то еще стоит за этой фразой? Не только железнодорожный узел, хотя он очень важен, потому что россияне в системе логистики широко используют железную дорогу и, естественно, узлы. Поэтому с этой точки зрения логистический представляет ценность. Однако это и военный укрепрайон, который долго готовили россияне, это инженерное сооружение, минирование, бетонное сооружение, полное пункты, ну и так далее. На этой второй линии находились резервы артиллерийские, противотанковые, живые силы противника. То есть это нового уровня препятствия, которое необходимо преодолеть силам обороны Украины. День 551. Освободителям нужны лодки. Много и побыстрее. Бойцам отправят новые лодки. Такое поручение дал губернатор Игорь Бабушкин. Глава региона осмотрел плавательные средства, которые будут передавать участникам специальной военной операции. Первая партия уже готова для отправки. Маломерные суда остро необходимы для выполнения боевых задач. Боевая задача, я так понимаю, это жест доброй воли из Крымского полуострова. Неоднократно поступали обращения от наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, от представителей Министерства обороны о возможности предоставления маломерных судов для задействования специальной военной операции. Большой десантный корабль «Оленигорский горняк» сейчас просто немного занят. Он морскую воду возит. Большой десантный корабль «Саратов» охраняет морское дно. А большие десантные корабли «Орк» и «Новочеркасск» охраняют пирс, чтобы тот не упал в воду. Вот сейчас первую партию готова, и мы готовы ее отправлять в зону специальной военной операции, где там она сегодня жизненно необходима. Жизненно необходима. Потому что брасом со стиральной машинкой на спине через Керченский пролив освободители сами не доплывут. Владимир Артемович решил поехать в Украину, заработать легкие деньжат. А получилось чуть по-другому. Меня зовут Савозкин Владимир Артемович. Сейчас в данный момент живу на улице. Откуда вы приехали? Ну, приехал с войны. Служил в Вагнере. Как вы туда попали? С тюрьмы. Ну, с тюрьмы, понятно. Сколько вы там находились, где? Полгода направление Артемовск. У вас какое ранение? Осколочное. Миномет 80-й прилетел. Рядом и меня осколками зацепило. Операцию одну сделали по удалению сустава. Потом выписали, сказали, пока мы все, что могли, сделали. Вот живем на улице. То есть сейчас фактически вы бомж? Да, я бомж. И никому вы не нужны? Никому я не нужен. Государство не помогает. Ничего никто не помогает. Владимир Артемович обнулился и освободился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова